Один из самых красивых особняков Перми, дом Грибушиных, был построен 120 лет назад и связан с историей известной купеческой династии. Её основатель Михаил Грибушин создал предприятие по торговле чаем и сахаром. Товар закупал на китайских плантациях и через кяхту Иркутск, Тюмень доставлял в Кунгур. Сын кунгурского купца Сергей продолжил семейное дело уже в Перми. Здесь он развернул благотворительную деятельность, был ещё и увлечённым конезаводчиком. Рядом с Грибушинским особняком сохранилось здание бывших конюшен. И переехав в Пермь, он себя заявил Пермскому обществу тем, что он, во-первых, стал депутатом властной думы, он баллотировался на пост главы и построил для города ипподром, о чём, кстати, мы узнали совсем недавно от его потомков. Журналист и режиссёр Варвара Кальпиди историей семьи Грибушиных занимается давно. Несколько лет назад она сняла документальный фильм о потомках прикамских купцов. Одного из них нашла аж в Сингапуре. Наследник чая торговцев приезжал в Пермь. Не так давно Варвара Кальпиди стала инициатором создания сквера купцов Грибушиных. В его обустройстве помогли студенты сельхозакадемии, пермские художники, специалисты Вишерского заповедника. На этой территории скоро завершится посадка саженцев. Здесь уже появилось граффити, где обозначен Великий чайный путь. 30 сентября обновлённый исторический объект Перми откроют для горожан. И будет рассказ о чай, о вкладе этой конкретной фамилии в то, что происходило с чаем на территории нашей страны и нашего города в том числе. Это всё будет сопровождаться дегустацией Грибушинских чаёв. Они действительно сейчас носят такое имя. То есть возрождена торговая марка Грибушин. Здесь обещают рассказать об истории особняка и его владельцев. Как говорят благоустроители, сквер – это своеобразная дань уважения предкам.